Уважаемые коллеги, меня зовут Крыжевицкий Павел Иванович. Я заведую отделением радионуклийной диагностики нашего центра. Являюсь старшим научным сотрудником отдела радиационной онкологии и ядерной медицины. Если вы меня слышите, значит это запись. Я, к сожалению, не смог присутствовать лично на этой конференции. Поэтому все вопросы, которые у вас возникнут по ходу моей презентации, я на них готов ответить несколько позже. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Будем как-то взаимодействовать и отвечать на все ваши пожелания и решать возникающие проблемы. Сегодня я буду говорить о радионуклийной диагностике сигнальных лимфоузлов в онкомомологии, о том, что это необходимо и доступно. Надо сказать, что начну с самого первого слайда, который мне любезно был предоставлен Петром Владимировичем Кривородько. Вы видите, что на сегодняшний день биопсия сигнальных лимфоузлов является стандартным лечением больных раком молочной железы по большинству клинических рекомендаций, в том числе рекомендациям российского общества онкомомологов. Поэтому то, что эту процедуру необходимо выполнять, я надеюсь, у вас тоже не вызывает это утверждение никаких сомнений. Посмотрите, и американские, и европейские общества все рекомендуют, что биопсия сигнальных лимфоузлов является стандартным лечением больных раком молочной железы. Это то, с чего хотелось бы начать. Конечно, мы все знаем, что такое сторожевой лимфатический узел, он же сигнальный. Но все-таки я хотел бы напомнить саму концепцию развития и концепцию биопсии сторожевых лимфатических узлов. Вы видите здесь схематично показана опухоль первичная и, соответственно, лимфатические узлы первого, второго и третьего порядка. Что очень важно для нас знать и помнить. Значит, первое, сторожевой лимфатический узел – это тот лимфатический узел, по состоянию которого мы можем оценить состояние всего лимфатического бассейна или лимфоколлектора у пациента, у пациентки. Соответственно, если лимфатический узел сторожевой поражен, то и весь лимфоколлектор считается пораженным. А процесс, в свою очередь, считается диссиминированным. Если же лимфатический узел не изменен, то и считается, что процесс является локорегиональным и локальным, даже я бы правильно сказал, и лимфатические узлы не изменены. Вторым очень важным моментом все-таки является в этой концепции то, что все лимфатические узлы, которые визуализируются, например, при радионуклидном исследовании, они все, в принципе, являются лимфатическими узлами, имеющими высокий риск метастатического поражения. Конечно, сигнальный лимфатический узел – это тот лимфоузел, который первым, который напрямую получает лимфу от опухоли. Именно поэтому при отсутствии метастаза в сигнальном лимфатическом узле мы и говорим об отсутствии поражения всего лимфоколлектора. Надо сказать, что на сегодняшний день, так же, как и 20 лет назад, статус лимфатических узлов – это краеугольный камень при лечении пациентов, страдающих раком молочной железы. И мы все знаем, что если лимфатические узлы у пациентов, страдающих раком молочной железы, поражены, то, соответственно, прогноз у этих пациентов все-таки хуже, чем, так сказать, в противном случае, когда нет метастазов. Но очень интересно, вы видите, у нас на этом слайде представлена работа, если мне память не изменяет, еще в 1989 или 1984 года, который показал о том, что статус лимфатических узлов является мощным прогностическим фактором у пациентов, страдающих раком молочной железы. Но второй момент – еще очень важно и количество пораженных лимфатических узлов. И вы видите, что если поражено один или три лимфатических узла, то такие пациенты живут значительно дольше, чем пациенты, у которых поражено, например, 11 или более 20 сигнальных лимфатических узлов. То есть второй тоже важный момент, который мы должны помнить не только о самом факте поражения, но еще и количестве пораженных лимфатических узлов. Тоже один из слайдов, который мне был предоставлен Петром Владимировичем Кривородько. Метастазы в лимфатических узлах являются индикаторами выживаемости, но их удаление на выживаемость не влияет. Если это так, а это действительно так, то, в общем-то, понятно становится, что выполнять на сегодняшний день мастектомию и с лимфодиссекцией акселярной, получать такие осложнения, как лимфостаз, лимфодема, отек в верхней конечности, что сопровождает лимфодиссекцию акселярную в 13% случаев, совершенно не нужно. Или, допустим, такое осложнение, как паутинный синдром. Поскольку при правильно проведенной процедуре биопсии сигнальных лимфатических узлов эти осложнения составляют не более 2%. Я даже скажу больше, что вот в нашей практике за последние, наверное, 3-4 года, а мы смотрим достаточно большое количество пациентов, я об этом тоже скажу, мы ни разу не видели вот таких осложнений, которые встречаются после акселярной лимфодиссекции. Возникает вопрос у некоторых коллег, а зачем нам нужна биопсия сигнальных лимфатических узлов, если у нас есть позитронно-эмиссионная томография с 18-тордезеоксиглюкозой, и мы можем тоже на ранней стадии выявить поражение лимфатических узлов. Ну вот посмотрите, это мета-анализ, который, так сказать, был представлен нашими китайскими коллегами за 2014 год, и вы видите, что чувствительность ПЭТ-КТ-стордезеоксиглюкозой в поражении лимфатических узлов акселярных тоже не очень высока, и видите, от 24% и 37, и 61%, видите, ну максимально это 82%, то есть недостаточная чувствительность. Вот я вам хочу показать, значит, следующий слайд, да, зачем, тоже возникает вопрос, ну хорошо, ПЭТ-низкая чувствительность, ПЭТ, допустим, там пропускает лимфатические узлы метастатически измененные, а мы можем сделать биопсию сигнальных лимфоузлов под контролем УЗИ, ультразвуковое исследование. Да, действительно, мы можем, но вот одна из тоже из достаточно уже старых работ на большом клиническом материале было показано, что, вы посмотрите, только 25% метастазов в лимфатических узлах может быть выявлено при этом виде исследования, если опухоль менее 15 мм, а если опухоль более 15 мм, то только в половине процентов случаев УЗИ исследования с биопсией лимфатических узлов подозрительных позволяет выявить метастатическое поражение, а в остальных 54% видите, что этот метод тоже оказывается неэффективен. Ну вот один из примеров, который я достаточно часто показываю, здесь представлен магнитный резонанс, вы видите, что опухоль в левой молочной железе достаточно хорошо видна, характерный тип кривой по накоплению контрастного препарата, а надо сказать, что мы выполняли этой пациентке однофотонно-эмиссионную компьютерную томографию с тумаротропным агентом, с технитрилом, вы видите, что тоже хорошо видна опухоль, и у нас не было данных, и по данным МРТ не было данных, что изменены акселярные лимфатические узлы, но когда мы выполнили радионуклидную визуализацию сигнальных лимфатических узлов, вы видите место введения, характерная лимфатическая дорожка и два сигнальных лимфоузла, которые представлены лучше на аффект КТ и их расположение. Дальше, после того, как наши коллеги-хирурги с помощью гамма-щупа, так сказать, их нашли, удалили, и морфологи, видите, дают заключение микрометастаз в сигнальных лимфатических узлах, вы видите поля опухолевых клеток с светлой цитоплазмой. Почему это происходит? Дело в том, что если говорить о классификации метастазов в сигнальных лимфатических узлах, то они, в общем-то, серьезно различаются по размеру. Видите, что макрометастазы – это 2-5 мм, здесь еще методы стандартной лучевой диагностики, в том числе УЗИ, позиторно-эмиссионная томография, компьютерная томография, они могут выявить метастатическое поражение. Но если речь идет о микрометастазах, а все-таки процедура биопсии сигнальных лимфоузлов в большинстве случаев, так сказать, выявляет именно такие поражения, то речь идет о диагностике метастазов размерами 0,2-2 мм. Ну, понятно, что 0,2 мм, к сожалению, никакой метод, кроме этого, выявить на сегодняшний день не может. Ну, субмикрометастазы или изолированные опухоли клетки – это еще меньше. Это тоже наши коллеги-морфологи, в общем-то, могут дать нам такое заключение о том, что есть поражение. Конечно, тоже возникает вопрос, а можно, так сказать, выполнить это исследование без радионуклидных методов диагностики? Да, конечно, можно, потому что радионуклидные методы визуализации сигнальных лимфатических узлов не единственные. И существуют еще красители, это знаменитые ICG. Существуют еще магнитные наночастицы, значит, и хоконтрастные вещества, это так называемые микропузырьки, при введении которых тоже можно увидеть сигнальный лимфатический узел. Такие работы в нашем институте тоже ведутся. Но все-таки, все-таки, 90-95% всех исследований сигнальных лимфатических узлов приходится на радионуклидные все-таки исследования. Здесь тоже представлена вам локализация опухоли, где можно эту технологию применять. Это не только рак молочной железы и меланома, что мы все хорошо знаем. Это рак языка и рак полостерта, что очень перспективно. Это, видите, и рак шейки, и тело матки. В том числе у нас тоже ведется работа и у пациентов, страдающих раком пристательной железы и так далее, и так далее. Коллоиды или краситель? Что же лучше? Достаточно часто я слышу этот вопрос от своих коллег. Надо сказать, что краситель помогает определить сигнальные лимфатические узлы порядка в 80% случаев, радиоколоиды чуть больше. Но самое, конечно, замечательное и самое эффективное все-таки использовать вместе эти две технологии – и краситель, и радиоколоиды. Хотя, насколько мне известно, у нас, в нашей стране, такие исследования практически не проводятся. Конечно, краситель позволяет быстро находить сигнальный лимфатический узел в подмышечной области, но быстрое вот такое прохождение красителя, он быстро прокрашивает всю цепочку, она предъявляет большие требования к опыту хирурга, и, конечно, в общем-то, это тоже, что называется, нужно наработать навык. К минусам, к минусам, все-таки использование красителя относится сложность нахождения лимфоузлов экстрааксиллярной локализации, потому что очень сложно и невозможно увидеть лимфоток в парастернальной области, в субопекторальную область, в межпекторальную. Ну, конечно, если повредил лимфатический сосуд наш коллега-хирург, то здесь еще все сложнее становится, поскольку окрашивание операционной раной. И сложность определения на глубине более 10 мм лимфатических узлов тоже об этом надо помнить. Эти все данные были представлены нашими коллегами, в общем-то, из Москвы, видите, вот в этой работе, которая здесь представлена в журнале «Вопросы онкологии». То есть тоже с красителем не все так просто, поэтому, в общем-то, теперь перейдем непосредственно к радиоколлоидам. Вы знаете, я одно время, я честно скажу, что я считал, что, наверное, биопсия сигнальных лимфатических узлов, а мы выполняем много исследований, в общем-то, наверное, уже и больше невозможно выполнить в нашей лаборатории. Но потом мы посчитали по годам, увидите, что за последние 6 лет, ну, в общем-то, идет постоянный непрерывный рост количества выполняемых радионуклидных исследований сигнальных лимфатических узлов, что представлено на этом слайде. Этапы проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов нам тоже всем хорошо знакомы. Это и тип, это радионуклидный этап, это хирургический этап и морфологический этап. То есть биопсия сигнальных лимфатических узлов – это мультидисциплинарная работа. И вы знаете, что очень важно для радиолога, конечно, это исследование, оно позволяет радиологу, так сказать, скрасить свои серые отчасти, так сказать, в кабинете с закрытыми шторами будни, поскольку ты должен пообщаться с пациентом, ты должен провести манипуляцию, ты должен пообщаться с хирургом, сходить в операционную, сходить к морфологам, в общем-то, обменяться, так сказать, результатами. То есть это на самом деле очень интересно, и это замечательно и здорово, что вот такая вот мультидисциплинарная работа, например, в нашем центре проводится. Конечно, мы будем говорить в основном о радионуклидном этапе. Здесь пойдет речь о типе радиофарм препарата и какие препараты доступны, о том, как вводить препарат и как увидеть сигнальные лимфатические узлы. Кому же показано проведение биопсии сигнальных лимфатических узлов, если мы говорим о пациентах, страдающих раком молочной железы? Здесь на этом слайде вам представлено две таблички, кому рекомендовано, кому не рекомендовано. Надо сказать, что эти таблицы постоянно изменяются. То есть, когда мы начинали эту процедуру, например, биопсия сигнальных лимфатических узлов не была рекомендована больным после неодевантной полихимиотерапии. А теперь в настоящее время это одно из показаний к проведению биопсии сигнальных лимфатических узлов. Раньше, например, мы не проводили это исследование у пациенток, страдающих раком молочной железы в категории Т3. А теперь проводим. Но, видите, что все-таки не рекомендовано при отечно-двитративной форме рака молочной железы протоковую к арциному инситу тоже достаточно сложно. Ну и, конечно, выраженные рубцовые изменения. Хотя, забегая вперед, могу сказать, что небольшие рубцы после фибродном, то такие, если они действительно встречаются, то они не являются препятствием для проведения этой процедуры. Более того, посмотрите, на фоне рака молочной железы, который возникает на фоне имплантов, мы тоже проводим эту процедуру. Поэтому, в общем-то, единственное, и даже клинический Н0 желательно все-таки, если вы начинаете это исследование, чтобы у этих пациентов клинические лимфоузлы были в категории Н0. Но и, возможно, опять же, повторюсь, проведение посленеодевантной полихимиотерапии. Представлены вам здесь основные радиофарм-препараты для биопсии сигнальных лимфатических узлов не только в России, здесь во всем мире. Вы видите, что их достаточно много, этих радиофарм-препаратов. И одно время казалось, что зачем столько много радиофарм-препаратов, когда достаточно одного хорошего, в общем-то, радиофарм-препарата. И, наверное, на этом все. Мы не понимали, что все-таки каждый из радиофарм-препаратов имеет свои преимущества и свои недостатки. На сегодняшний день, что же мы можем использовать для визуализации радионуклидных сигнальных лимфатических узлов? Надо сказать, что препарат НАНОТОП, это препарат, радиофарм-препарат, мечный технецем, получается, наноальбумин. Препарат зарегистрирован, как, в общем-то, может быть использован для проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов. Закончены клинические исследования препарата НАНОТЕХ, который планируется, так сказать, к выпуску. И я надеюсь, что он будет зарегистрирован в этом году. Мы можем использовать, и мы, в общем-то, использовали, и об этом я вам сегодня скажу, радиофарм-препарат, мечный технецем, АЛАТЕХ. Это разработка наших коллег из Томска. Это фантастический просто радиофарм-препарат, на мой взгляд. И препарат технефит, конечно, он идет у нас офф-лейбл, но у нас есть этический комитет, через который мы можем, так сказать, проводить в этом случае исследования. Это радиофарм-препарат, характеризуется, видите, большими частицами большого размера. Здесь на этой схеме, на этом вы видите классический радиофарм-препарат для детекции сигнальных лимфатических узлов. Вы видите, что порядка 1% отведенной активности только накапливается в сигнальном лимфатическом узле. В общем-то, остальная активность может накапливаться в лимфатических узлах другого порядка, а большая часть, естественно, остается в месте введения и распадается. Если говорить о новом отечественном препарате, о латек для детекции сигнальных лимфатических узлов, то его преимущество заключается в том, что он заключен в липофильную оболочку, которая в сигнальном лимфатическом узле в первом разрушается, поэтому большее количество частиц осаждается в первом дренирующем опухоли в лимфатическом узле, то есть сигнальном. Да, и вы видите, какой высокий градиент накопления по данным наших коллег из Томска. Хотя надо сказать, что этот препарат тоже там достаточно, сами частицы где-то порядка 50 нанометров, а гамма-оксид алюминия, который находится внутри, он порядка 7 нанометров. Поэтому, конечно, мы тоже видим, что этот препарат поступает в лимфатические узлы второго и даже иногда третьего порядка, что для нас кажется тоже очень важным. Вот, посмотрите, для сравнения радиофарм препаратов мы посмотрели препарат Технефит с крупными частицами и препарат Алла-Тех. Значит, 50 и 41 пациент были набраны. Надо сказать, что локализация первичной опухоли у всех пациентов была сопоставима. В основном это были наружные квадранты, но вы видите, что и большое количество пациентов с внутренними квадрантами или центральной и субареолярной зонах. Здесь представлены больше, наверное, практические слайды приготовления радиофарм препарата Технефит. Когда мы его готовим, мы используем вихревой смеситель. В течение пяти минут активно, так сказать, взбалтываем уже готовые радиофарм препараты, только потом фасуем. Что касается суммарной объемной активности, то это порядка 0,1-0,3 мл. И, соответственно, активностью 100-200 МБК. Но здесь все зависит от протокола сканирования. Я имею в виду однодневный протокол или двухдневный протокол, точнее сказать, протокол исследования, то есть то, что нужно хирургам. В этот же день они будут проводить биопсию сигнальных лимфатических узлов или на следующий день. Если говорить о приготовлении радиофарм препаратов, то для тех, кто здесь немножко сложнее, но незначительное. Вы видите, что его необходимо нагревать в течение получаса, там, при температуре 70-80 градусов. И потом точно так же он фасуется и передается уже в процедурный кабинет для введения пациенту. 0,1-0,2 мл. суммарная активность, 100-200 МБК. Мы не фильтруем ни крупные частицы, не применяем фильтры. И здесь, конечно, при приготовлении радиофарм препарата АЛАТЕХ никакой вихревой смеситель тоже не нужен. Место введения радиофарм препарата для нас представляется чрезвычайно важным, что препарат должен быть введен интратуморально или перетуморально. В несколько точек, обычно это 4 точки условного циферблата. Дело в том, что если мы вводим препарат в область субареолярного сплетения, а не в область опухоли, то мы получаем лимфоток от этого сплетения. Конечно, понятно абсолютно, что в 95% случаев это будут акселярные лимфатические узлы. Но опухоль может дренироваться и глубоким сплетением, ретро-мамарным, и тогда лимфатическим. И тогда могут быть визуализированы дополнительные группы лимфатических узлов. В частности, по нашему опыту я могу сказать, что при субареолярном введении радиофарм препарата у нас частота визуализации парастернальных лимфоузлов не достигает 3-5%, а при интратуморальном частота достигает, по-моему, 18%. В зависимости от того, какой препарат мы используем. Ну, видите, что радионуклидная визуализация, что для этого нужно? На самом деле, практически в любой изотопной лаборатории можно выполнять это исследование и не обязательно иметь аффект КТ, который, конечно, имеет преимущество по сравнению с обычной гамма-камерой. Во-первых, визуализация скрытых сигнальных лимфатических узлов за местом введения. И, конечно, это точно анатомическая локализация сигнальных лимфатических узлов. Здесь вы видите, что исследование на обычной гамма-камере и исследование на факт КТ. Что на факт КТ мы можем точно сказать, где локализуется сигнальный лимфатический узел. Пожалуйста, локализация сигнальных лимфатических узлов по группам и подгруппам. Основные группы мы все хорошо знаем. Это и подмышечные, и парастернальные, и надподключичные. И, конечно, мы их тоже увидим на обычной гамма-камере. Но если говорить о дополнительных локализациях межпекторально, субпекторально, апикально, на грудной стенке, то ли латеральной и грудной артерии, то здесь, конечно, нам понадобится однофотонно-эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией. Что касается количества лимфатических узлов, то в нашем исследовании мы не нашли существенной разницы между теми двумя методами. Если исследование на гамма-камере происходит в двух проекциях, то количество сигнальных лимфатических узлов, видите, коррелирует как на обычной гамма-камере, так и на аффект КТ. Позднее исследование было выполнено через 60 минут после введения радиофарм-препарата. Если мы говорим о однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии, то обязательно необходимо некоторые технические знать моменты, в частности, наложение маски, коррекция по интенсивности, иначе мы просто не увидим ряд сигнальных лимфатических узлов. Это один и тот же пациент. Видите, маска, так сказать, есть на место введения, и вы видите, что хорошо виден сразу становится сигнальный лимфатический узел. Вот какие у нас получились результаты в зависимости от того, какой радиофарм-препарат мы использовали. Видите, что технифит у нас в визуализации 96, а лотех 95, разницы между ними статистически нет. А если говорить по количеству выявленных лимфатических узлов, это не только сигнальные, но еще раз повторюсь, лимфатические узлы второго порядка, то увидите, что медиана 4 лимфатических узла на лотехе и где-то один лимфатический узел на технифите. То есть разница, конечно, статистически достоверна. Локализация тоже была различной при использовании различных радиофарм-препаратов. Ну вот то, о чем я говорил, посмотрите, значит, парастернальные лимфатические узлы при использовании технифита мы видели интратуморальном введении препарата, это 8% наблюдений, а у аллотеха 24%, в 3 раза выше, конечно, разница статистически достоверна. Чаще тоже при использовании препарата аллотех мы видели и лимфоток в лимфоузлы расположен на грудной стенке, и лимфоузлы, так сказать, парастернальные уже сказал, ну и область подключичную. Ну вот тоже вам, пожалуйста, один из примеров на грудной стенке. К лимфоузлам на грудной стенке мы относили лимфатические узлы вдоль латеральной грудной атерии, а также субпекторальные, межпекторальные и апикальные лимфатические узлы. Вы видите, что, конечно, аллотех – это 75%, всех наблюдений, а технифит – это 10%, только разница статистически достоверна. Ну и вот они все представлены на этом слайде. Вот посмотрите, вот сигнальный лимфатический узел, центральная подгруппа, подмышечные группы – это лимфатический узел, пекторальный он же зоргиус, и вот лимфатический узел субпекторальный, то есть по сути тот, который лежит на грудной стенке. Понятно, что хирурги все-таки ограничиваются, как правило, двумя-тремя сигнальными лимфатическими узлами, которые расположены ближе всего, то есть это центральный и пекторальный, в то время как лимфоузел субпекторальный или межпекторальный, естественно, может быть оставлен. Значит, если говорить о парастернальных сигнальных лимфатических узлах, парастернальные лимфоузлы, которые мы видим, это всегда сигнальные лимфоузлы, к ним надо так относиться. Ну, видите, что тоже визуализация парастернальных лимфоузлов при использовании радиофарм препарата Алла-Тех в 3 раза выше, чем при использовании препарата Технефит. Вот здесь видна целая цепочка, видите, при использовании препарата Алла-Тех. Значит, очень часто задают вопрос, как же нам поступать, если мы видим только лимфоток в парастернальную области, не видим лимфоток в подмышечную. Значит, парастернальный лимфатический узел считается сигнальным, и меня коллеги-хирурги, может быть, поправят, но в данном случае, скорее всего, необходимо выполнять акселярную лимфодиссекцию, поскольку высокий риск пропуска микрометастазов. Если же у нас идет лимфоток в парастернальную область и в акселярную область, то забирается лимфоузел в акселярной области. Если он не поражен, то и парастернальный лимфатический узел тоже считается непораженным. Если, соответственно, ситуация обратная, акселярный лимфатический узел поражен, то и парастернальный считается пораженным, Дальше его обязательно необходимо включать в поле облучения у этих пациентов, чтобы гарантировать локорегионарный контроль. Резюмируя слайд, вы видите, что препараты достаточно хорошо выявляют сигнальные лимфатические узлы, различаются по количеству, различаются по локализации лимфатических узлов, ну и визуализации лимфатических узлов на грудной стенке. То есть в зависимости от задачи мы можем использовать различные радиофарм препараты. Если мы хотим выявить максимальный полирегиональный характер кровотока, то мы, конечно, можем использовать препараты ЛАТЕХ или препараты с более мелкими частицами. Если мы хотим все-таки монорегиональный характер лимфатока, то чаще всего, вы видите, мы и доступнее всего использовать препарат Технефит. Надо сказать, что и тот, и другой радиофарм препараты эффективны, и эффективность этой процедуры на самом деле, она, естественно, определяется не количеством выявленных лимфатических узлов, она определяется числом ложно-отрицательных результатов, иными словами, числом рецидивов. Так ни в том, ни в другом случае число рецидивов у нас не превышает вообще, по нашим общим данным, за много лет полутора-двух процентов, что сопоставимо с числом рецидивов после акселярной лимфодиссекции. Про интроимберационные детекторы и сигнальных лимфатических узлов я, пожалуй, ничего не смогу добавить к тому, что, я думаю, скажут мои коллеги. Я скажу только, что они есть, они доступны, и можно, в общем-то, с ними работать достаточно хорошо. А какое из них лучше, наверное, все-таки необходимо спрашивать у тех людей, которые с ними работают. Здесь представлены направления развития биописи сигнальных лимфоузлов. В нашем центре вы видите стандартный рак молочной железы и новые показания, в частности, на состояние после нелодевантной полиохимиотерапии. Это рак шейки матки, рак языка и рак предстательной железы. Это использование новых радиофарм препаратов, использование новых методов визуализации гибридных, то есть эффект КТ. Ну и, конечно, это использование различных гамма-щупов. Появляются гамма-щупы лапароскопические, которые позволяют, так сказать, выявлять сигнальные и удалять сигнальные лимфатические узлы интраабдоминальные в полости таза. И это, в общем-то, существенно расширяет показания к этой процедуре. Очень важный момент, и то, чем мы сейчас занимаемся, это планирование лучевой терапии на основе индивидуально выявленных путей лимфотока и топографии сигнальных лимфатических узлов. Это крайне важно при опухолях головы и шеи, и крайне важно также при раке молочной железы, да и шейке матки предстательной железы. И мы сейчас активно эту работу ведем. Ну и в заключение я хочу сказать, что у нас есть радиофарм препараты, я имею в виду в России, которые позволяют надежно визуализировать сигнальные лимфатические узлы. Мы можем использовать для визуализации стандартную обычную гамма-камеру, которая есть практически в любой изотопной лаборатории. Радиофарм препарат метится технецием, который тоже доступен по всей стране. Аффект КТ, конечно, позволяет нам выявить и установить четкую локализацию сигнальных лимфатических узлов, то есть топографию. Ну и количество и топография, конечно, лимфоузлов сигнальных и второго порядка зависит от вида используемого радиофарм препарата. И у нас тоже есть интероперационные гамма-детекторы, поэтому все в наших руках. И действительно, в общем-то, если все у нас есть, то почему нет? Поэтому я всех призываю эту технологию активно использовать. Опять же, готов ответить на все ваши вопросы. У нас проводятся в институте мастер-классы по биопсии сигнальных и лимфатических узлов или на нашей базе, или мы выезжаем совместно с коллегами. Поэтому, что называется, добро пожаловать. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.